Ранним воскресным утром, пока большой город, который я покинул несколько часов назад, еще только начинал просыпаться, прохладный лесной воздух с ароматами хвои наполнял мои легкие. Свернув с однообразного серого асфальтового полотна, начинающего разогреваться от тепла восходящего солнца, я погрузился в пышный зеленый лес, притягивающий сочными красками и остроконечными пиками вечно зеленых елей, то тут, то там, выглядывающих среди осиновых опушек. Этому лесу, навскидку, не одна сотня лет. По крайней мере, об этом можно судить по продолжительности жизни ели и сосны, да, пожалуй, по первым упоминаниям о казаках, поселившихся в этих живописных местах аж в 1869 году. Глядя на этих многометровых исполинов, складывается впечатление, что кроме огня им не страшны ни ветер, ни снег, ни проливные дожди. Своими цепкими корнями, сплетенными меж собой, крепко держатся они за эту землю, противостоя стихии. Вот только не в силах эти великаны противостоять человеку разумному, homo sapiens, ведущему свою хозяйственную деятельность, весьма неразумно и расточительно. Петляющая лента земляной полосы тянулась все дальше и дальше, скрываясь в занавесе из деревьев и облаков, с каждым новым поворотом открывая новые пейзажи, один краше другого. Постепенно гуло спешащего куда-то автотранспорта с высоты птичьего полета, напоминающего длинные струйки муравьев, снующих туда-сюда стих, уступив место приятному пению птиц и шепоту ветра, раскачивающего остроконечные макушки елей. Торопиться было некуда, день только начинался. Собравшись прогуляться вверх по течению ручья, я поднял глаза и увидел скачущую в сторону леса косулю, мелькающую характерным белым пятном, расположенным в области хвоста. Надо ли говорить, что пока я скидывал камеру с плеча, прицеливался, наводил резкость, этот проворный маленький олень скрылся в лесной чаще. Охотник из меня никудышный, утерян такой красивый кадр. Продвигаясь вверх по ручью, я понял, что на это место животные приходят на водопой. Вся земля испещрена следами этой дикой козочки, а в лес тянутся многочисленные звериные тропы. Вплотную подойти к водоему мне не удалось, местность стала сильно заболоченной. Пришлось свернуть в лес и по одной из звериных троп буквально продираться сквозь густые заросли кустарника и деревьев. Вот уж действительно дремучий лес. Идти дальше не было смысла, я вернулся обратно на дорогу, по пути снимая с одежды успевший где-то зацепиться за меня клещей. Лучи полуденного солнца, подобно свету от фара искателя, пытались осветить каждый уголок в лесу, пробивая сквозь плотную крону деревьев. В стороне от дороги засверкала яркими красками небольшая поляна, сплошь усеянная какими-то оранжевыми цветами. Это купальница алтайская, больше известная в наших краях, как жарки, род многолетних травянистых растений из семейства лютиковые. Русское название рода связано с произрастанием растения во влажных местах обитания, поэтому ходить среди этих горящих огоньков нужно внимательно, чтобы ноги не замочить. Происхождение научного названия рода точно неизвестно. Возможно, латинское название произошло от немецкого тролльблюме, что можно перевести как цветок троллей. Согласно скандинавским легендам, это растение считалось любимым цветком троллей, а в некоторых источниках жарки сравнивают с рассыпавшимися глазами окаменелых троллей. Купальницы – растения сильные и жизнеспособные, и практически не повреждаются болезнями. В восточной медицине отдельные виды рассматриваются как лекарственные растения, однако необходимо знать, что корни всех видов купальницы ядовиты. Красота таит в себе опасность, как точно эта фраза описывает и характеризует свойства этого красивого дикорастущего растения, прячущегося от посторонних глаз, но горящего так ярко, что пройти или проехать мимо него просто невозможно. На фоне зеленых красок леса, прикрытого покрывалом голубого небосвода, поляна с жарками смотрится необычно и даже сказочно. Поворот за поворотом лесная дорога, петляя между высоких елей, дающих защиту от зноя, затягивала все глубже в лес. Красивые пейзажи из горящих жарков сменились комьями затвердевшей грязи, неаккуратно разбросанной по сторонам. Здесь, в глубине леса, будто затаившийся в здоровом теле вирус, находится деляна лесорубов. Запах сырой древесины, перемежающейся с ароматами солярки, кучки пластика, пивных банок, брошенные запчасти и прочие следы ремонта техники. Ощущения не из приятных. По всем признакам видно, что эта деляна действующая, а ее посетители сегодня, по всей видимости, отдыхают. Нелегкая эта работа – валить вековые деревья. Отдых жизненно необходим и лесу, и его санитарам, вооруженных до зубов тяжелыми экскаваторами и острыми пилами. Сегодня здесь тихо и спокойно, замерев, можно услышать биение собственного сердца, перешептывание деревьев, которые, кажется, теперь уже настороженно относятся к любым посетителям. А завтра вновь, скрижища стальными цепкими гусеницами, расползутся в разные стороны пыхтящие трактора, беспощадно расчищая себе путь вперед и оттаскивая поваленные деревья на деляну под зубья пилы. Говорят, лес рубят, щепки летят. Так и в этой истории, помимо явного смысла, есть иной, скрытый. Испокон веков человек брал у природы те жизненно необходимые блага, без которых нормальное существование не представляется возможным. Одним из таких благ был лес и его ресурсы, составляющие значимую часть человеческого уклада. Лес использовали для строительства домов, заготавливали дрова для их отопления в холодное время года. Многие сферы деятельности были сосредоточены вокруг леса. Из дерева изготавливали хозяйственный инвентарь, предметы быта и домашнего обихода. Так и сосуществовали они многие годы, лес и человек. С годами аппетиты человека росли, а уважительное отношение к природе, напротив, оставляло желать лучшего. На смену ручным орудием труда постепенно пришли большие машины с остальными цепкими гусеницами. Лес стал рассматриваться как средство заработка, на что только не шел человек ради жажды наживы, заготавливая лес уже не с точки зрения хозяйственной, но экономической составляющей. На этом фоне профессия лесоруба стала рассматриваться неоднозначно, порой под призмой вредительства. Появилась категория черных лесорубов, беспощадно уничтожающих лесное хозяйство с целью наживы и обогащения. Вообще же лесоруб – это древнейшая и уважаемая профессия, а человек этой профессии обладает сентиментальной и даже поэтичной душой, которая рвется наружу под стук топора и треск падающего дерева. Об этом в своей книге «Норвежский лес. Скандинавский путь к силе и свободе» писал норвежский писатель Ларс Митинг, разрушая устоявшиеся в отношении лесорубов мифы. Жаль только, что книга эта про норвежский лес, а значит и лесорубы в ней другие, настоящие. Если отбросить в сторону скандинавский путь к силе и свободе, то я всегда при виде старого лесовоза, под завязку набитого стволами свежесрубленных деревьев, мысленно представлял утрамбованную колесами тяжеловесов деляну, от которой в разные стороны расходятся многочисленные артерии, высасывающие ресурсы леса. С одной стороны, отчасти благодаря этим ребятам-лесорубам человек, подобно мне, может попасть в святая в святых таежной обители, отдохнуть, привести в порядок мысли и чувства, вдохнуть глоток свежего воздуха. Пока еще лесу хватает сил благотворно влиять на экологическую обстановку. С другой стороны, большинство современных лесозаготовителей пренебрегает не то чтобы буквой закона, но даже простыми этическими правилами взаимоотношения природы и человека. Убери за собой мусор, срубил одно дерево, посади взамен новое. Наивно полагать, что из пеньков, которые после себя оставляют лесорубы, вырастет новое дерево. Сегодня здесь тихо и спокойно. Лишь где-то в стороне от дороги, без выходных дней, трудится колония муравьев, словно вывалившаяся из засохшего ствола старого дерева. Если затаить дыхание, то можно в буквальном смысле этого слова услышать топот многочисленных муравьиных лап. Сполна можно насладиться пением птиц, раздающимся с разных сторон из глубины леса, услышать перешептывание пока еще многочисленных деревьев. Но это лишь сегодня. Уже завтра утром эту успокаивающую мелодию сменит лязгание гусениц тракторов и жужжание бензопил в грызающихся в вековые стволы деревьев. Быть может, где-то в скандинавских странах профессия лесоруба престижна и почитаема, а человек этой профессии обладает сентиментальной и даже поэтичной душой, которая рвется наружу под стук топора и треск падающего дерева. Правда это или вымысел, сказать сложно, но очень хочется верить в то, что на месте каждого срубленного дерева вырастет новое. А уж из пенька или молодого саженца, посаженного заботливыми руками лесоруба, виднее тому, кто обучался этой древней и уважаемой профессии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok